Термоядерные реакции Рассмотрим условия существования термоядерных реакций, а также узнаем, какова роль термоядерных реакций в существовании жизни на Земле. Мы уже с вами знаем, что в ходе ядерной реакции ядро атома взаимодействует либо с элементарной частицей, либо с ядром другого атома, за счет чего состав и строение ядра изменяются. При этом тяжелое атомное ядро может распадаться на 2 и 3 более легких. Таким образом, ядерная реакция с уменьшением количества нуклонов в ядре называется ядерным распадом или делением ядра. Существуют также реакции синтеза. Это как два легких атомных ядра сливаются в одно тяжелое. То есть ядерная реакция с увеличением количества нуклонов в ядре называется термоядерной реакцией или ядерным синтезом. Термоядерный синтез – это разновидность ядерной реакции. В отличие от ядерного деления, которое может происходить как самопроизвольно, так и вынужденно, ядерный синтез невозможен без подвода внешней энергии. Разберемся в этом подробнее. Как мы упоминали, частицы в атомной ядре удерживаются самыми мощными ядерными силами, которые действуют только на сверхмалых расстояниях. Это приблизительно 10-14 степени метров. Очевидно, чтобы эти два ядра смогли объединиться в одно более тяжелое, нужно сблизить именно на такое малое расстояние. Но серьезным препятствием этому сближению являются силы электрического отталкивания, действующие между положительно заряженными ядрами. Чтобы преодолеть отталкивание, необходимо разогнать эти частицы до очень большой скорости. Это можно осуществить только при очень высокой температуре. Так мы можем разогнать изотопы до скоростей, которые позволят им сблизиться на расстояние приблизительно 10-14 степени метров. Это как раз то расстояние, с которого начинают действовать наши ядерные силы. Значение необходимой температуры составляет порядка от 10 плюс 7 степени до 10 восьмой степени градусов Кельвина. Именно такие реакции и называются термоядерными. Реакции слияния легких ядер, происходящие при очень высоких температурах от десятков до сотен миллионов градусов, называются термоядерными или термоядерным синтезом. Простейшим примером термоядерной реакции является преобразование двух изотопов ядер водорода. Это диетерия, два диетерия в ядро гелия. На прошлых уроках мы выяснили, что энергия связи каждого нуклона с другими зависит от общего количества нуклонов в ядре. Вы видите эту зависимость на графике, представленном на экране. Из графика видно, что у легких ядер с увеличением количества нуклонов энергия растет, а у тяжелых падает. Также график позволяет спрогнозировать вид энергетически выгодных реакций. Реакции слияния легких ядер. Например, изотопы наиболее легкого элемента водорода диетерии трети имеют малую энергию связи. В случае объединения двух таких ядер образуется атомное ядро с большей энергией связи. Это гелий. Следовательно, такие реакции должны сопровождаться выделением энергии. Таким образом, если соединить нуклоны в ядро, то в результате выделения энергии также уменьшится и масса нуклонов. Масса или энергия покоя двух легких ядер оказывается больше, чем у суммарного ядра. При объединении двух диетронов с образованием гелия в энергию превращается 0,6% их первоначальной массы покоя. Таким образом, процесс синтеза примерно в 6 раз эффективнее процесса деления урана. Ну а так зачем же нам все-таки термоядерный синтез? Расчеты показывают, что в результате реакции синтеза двух ядер диетерия и ядро гелия дефект массы составляет около 0,63% общей массы. В то же время, как вы видите на экране, расчеты показывают, что при делении урана дефект массы составляет всего около 0,05%. Отсюда можно делать вывод, что для одной и той же массы вещества при ядерном синтезе выделяется примерно в 10 раз больше энергии, чем при делении ядра. Если бы этот процесс удалось использовать для производства энергии, то он оказался бы в 10 раз эффективнее. Использование термоядерных реакций открывает перед человечеством новый путь получения энергии. Одной из самых перспективных в этом отношении является реакция синтеза диетерия и трития, в результате которой образуется гелий и вылетает свободный нейтрон. Давайте рассчитаем энергию, выделившуюся при такой реакции синтеза. Итак, мы должны найти сумму масс частиц, вступивших в реакцию. Теперь найдем сумму масс частиц после реакции. Такие задачи мы решали на прошлых уроках. Как видим, после подсчетов реакция у нас экзотермическая. То есть дефект масс получился положительным, соответственно и выделившаяся энергия. То есть эта реакция идет с выделением энергии. Количество этой энергии определяется соотношением, которое вы видите тоже на экране. В нем разность масс выражена в атомных единицах массы, а энергия в мегаэлектрон-вольтах. Подставив числа, найдем, что в результате данной реакции синтеза выделится около 17,6 мегаэлектрон-вольт энергии. И тогда мы что можем сделать вывод, что получается, что в среднем на один нуклон выделяется около 3,5 мегаэлектрон-вольт энергии. А это в 3,5 раза больше, чем при делении ядра, допустим, ураном. Еще одним преимуществом данной термоядерной реакции является то, что, по оценкам ученых, запасы диетерии в Мировом океане составляют порядка 80 тысяч кубических километров. Из такого количества диетерии можно получить столько энергии, сколько выделяется при сгорании бензина, объем которого многократно превышает объем Мирового океана. То есть запасы диетерии практически неисчерпаемы. А тритий, который не встречается в природе в этом состоянии, легко можно получать в самом термоядерном реакторе, если использовать мощные потоки нейтронов и использовать также реакцию с литием, который тоже очень широко распространен в природе. В естественных условиях термоядерные реакции синтеза происходят в недрах звезд и являются основным источником их энергии. Поэтому термоядерные реакции играют очень важную роль в эволюции Вселенной, в частности, при образованиях химических веществ во Вселенной. Так, например, на стадии зарождения звезды из газового водородного облака силы всемирного тяготения сжимают водород до такой степени, что в центре образовавшейся звезды температура возрастает до десятки миллионов градусов. В результате внутри звезды начинают протекать термоядерные реакции, и звезда в течение миллиардов лет излучает эту энергию, то есть светит. А в недрах звезды выпекаются все остальные более тяжелые химические элементы, которые мы с вами знаем. То есть теперь понятно, что из-за термоядерных реакций мы получаем все то, из чего состоит наша Вселенная, наша Земля и все, что находится, да и мы сами. Вы наверняка знаете, что наша звезда излучает свет и тепло уже более 4,5 миллиарда лет. И, конечно же, долгое время ученые не могли найти ответ на главный вопрос о том, что является топливом, за счет которого Солнце вырабатывает столь огромное количество энергии в течение, причем, такого длительного промежутка времени. Например, одни ученые считали, что эта энергия выделяется в результате обычной химической реакции горения. Правда, в этом случае Солнце должно было сгореть через несколько тысяч лет после начала горения. Другие считали, что увеличение внутренней энергии и как следствие увеличение температуры Солнца происходит из-за его гравитационного сжатия. Но при такой гипотезе срок службы Солнца увеличился до нескольких миллионов лет, но никак не до миллиардов. Лишь в 1938 году американским астрофизиков Хансом Бетте было высказано предположение о том, что энергию Солнца получают за счет термоядерных реакций, происходящих в его недрах. Им же был открыт водородный или протонно-протонный цикл, цепочка из трех термоядерных реакций, приводящая к образованию гелия и водорода. Обратите внимание на то, что для образования двух ядер гелия-3, необходимой для третьей реакции, первые две реакции должны пройти дважды. Чтобы представить, какое огромное количество энергии Солнце теряет в результате превращения водорода в гелий, достаточно знать, что ежесекундно масса нашего светила уменьшается на несколько миллионов тонн. И несмотря на это, по оценкам многих специалистов, запасов топлива на Солнце хватит еще где-то на 5 миллиардов лет. Термоядерные реакции делятся на самоподдерживающие, это происходит то, что в недрах звезд, неуправляемые, это используется в водородных бомбах, и управляемые, как раз подходят для мирных целей. На Земле первые термоядерные реакции были осуществлены в виде неуправляемого термоядерного взрыва. Первое в мире испытание термоядерного взрывного устройства было произведено в США в 1952 году, которое, в общем-то, не имело практической ценности в качестве оружия. А в 1953 году в СССР была взорвана первая в мире водородная бомба на полигоне в Семипалантицке. А в октябре уже 1961 года в СССР прошли испытания бомбы, которую назвали «Царь-бомба». Это было самое мощное взрывное устройство, водородное и ядерное, за всю историю человечества. Результаты его впечатляли. Вспышка была видна на расстоянии более тысячи километров. Ядерный гриб взрыва поднялся на высоту 67 километров. Облако наблюдали за 800 километров от места взрыва. Взрывная волна и сейсмическая волна в земной коре трижды обогнули земной шар. В 78 километрах от взрыва в поселке на острове Диксон выбило стекла в окна. Помехи радиосвязи даже в сотнях километров от полигона сохранялись в течение 40 минут. Таким образом, мощный взрыв при неуправляемой термоядерной реакции очень велика, кроме того, высока доля радиоактивного загрязнения. Поэтому, чтобы использовать термоядерную реакцию, энергию в мирных целях, необходимо научиться ею управлять. Однако на Земле нет условий для проведения таких реакций. Одной из основных проблем, возникающих при попытке осуществить управляемый термоядерный синтез, это удержание плазмы. То есть, это вещество, участвующее в термоядерной реакции, должно представлять собой практически полностью ионизированную плазму. То есть, плазма – это газ, в котором отдельно плавают свободные электроны и ионы различных зарядов. А чтобы превратить вещество в плазму, необходима температура 10 в седьмой степени до 10 в восьмой степени кельвен. Однако просто нагреть необходимые химические элементы так нельзя. Любой реактор моментально испарится при таких температурах. Здесь требуется совершенно иной подход. Еще в середине 20 века советские ученые Сахаров и там предложили для удержания термоядерной смеси использовать магнитное поле особой конфигурации. Данная идея впоследствии была реализована в установках ТИКПА-ТОКОМАК. Расшифровывается как тороидальная камера с магнитными катушками. Это камера в виде бублика или тора, на которой намотаны катушки. Главной особенностью КТОКОМАКО является использование переменного электрического тока, который протекает через плазму, нагревает ее и создает вокруг себя магнитное поле. И удерживает таким образом ее. То есть плазма скручивается в шнур под действием магнитного поля и не касается стенок камеры. И как следствие не приносит ей никакого вреда. Современные установки ТОКОМАК не термоядерные реакции, а исследовательские установки, в которых возможно лишь на некоторое время существование и сохранение плазмы. То есть полноценно использовать получаемую в результате термоядерной реакции энергию пока не удается. Даже под действием магнитного поля плазма растекается в пространстве. Так что ученые пока не научились удерживать плазму в реакторе на длительный срок. Осуществление управляемых термоядерных реакций на Земле сулит человечеству новый, практически неисперочерпаемый источник энергии. Но для достижения цели физикам и инженерам приходится решать массу проблем, о которых и не догадывались в начале пути. В течение последних десятилетий была создана наука физикоплазмы. Однако, несмотря на то, что исследованиями управляемого термоядерного синтеза заняты большие научно-технические коллективы, во многих развитых странах предстоит решить еще немало сложных проблем, прежде чем промышленно производить термоядерную энергию и прежде чем станет это реальностью. Существует, конечно, уверенность в том, что рано или поздно термоядерные реакторы будут созданы. Ну и на этом всем нам осталось только подвести итоги нашего урока. Итак, сегодня мы с вами познакомились с ядерными реакциями синтеза, при которых происходит слияние двух легких ядер с образованием нового, более тяжелого ядра. Узнали, что протекание реакции синтеза возможно только при сверхвысоких температурах, при которых ядра могут преодолевать силы отталкивания и сблизиться настолько, чтобы попасть в зону влияния ядерных сил. Выяснили, что источником энергии звезд, в том числе и нашего Солнца, являются термоядерные реакции, происходящие в их недрах. А также узнали, что на Земле пока удалось осуществить только неуправляемую термоядерную реакцию в виде взрыва водородной бомбы. На этом наш урок, ребята, закончили. Благодарю вас за внимание. До встречи на следующих уроках. Субтитры создавал DimaTorzok